Многодетные семьи в России могут рассчитывать на разного вида помощь, выраженную как в виде выплат, так и в виде различных льгот. Их список время от времени пополняется. Разберемся, на какие льготы члены многодетных семей могут претендовать. Вычет по налогу на имущество. Собственники недвижимости изначально имеют право на налоговый вычет по налогу на имущество. Для дома он составляет 50 квадратных метров, для квартиры всего 20. Эту площадь вычитают из общей площади объекта, и оплачивать надо будет только получившуюся разницу. Многодетные семьи с 2019 года могут получать дополнительный вычет, раньше такой преференции не было. Рассчитывается размер льготы в зависимости от количества членов семьи. Положения об этом закреплены в федеральном законе от 15 апреля 2019 года номер 63 ФЗ, номер ПП. Вид объекта сколько вычтут из площади объекта один квартира, ее часть или комната 5 квадратных метров на каждого ребенка в семье. Два жилой дом или его часть 7 квадратных метров на каждого ребенка в семье. И если общий вычет положен на каждый объект недвижимости, то дополнительный можно получить только на один. Выбрать его семья может самостоятельно. Можно, конечно, и не выбирать, тогда налоговая сама определит, на какой объект в вашем случае будет распространяться вычет в пользу налогоплательщика. Обычно площадь уменьшают для того объекта, для которого действуют максимальные начисления. Пример номер один. Васильев ОПЭ имеет троих несовершеннолетних детей. В его собственности находится дом, площадь которого 70 квадратных метров. Общий вычет будет рассчитываться по площади 20 квадратных метров, поскольку 50 автоматически вычитается. Также будет вычтено по 7 квадратным метрам на каждого ребенка. 7 умножить на 3 равно 21 квадратный метр, следовательно, Васильеву ОПЭ вообще не придется оплачивать налог на имущество, поскольку льгота распространяется на 50 и 21 квадратный метр. Это больше, чем площадь его дома. Пример номер два. Аксенова МВЭ воспитывает троих детей и имеет квартиру площадью 60 квадратных метров. Ей бы пришлось заплатить налог только с 40 квадратных метров, но поскольку у нее трое несовершеннолетних детей, она заплатит налог с 60-45 умножить на 3 равно 25 квадратных метров, вычет касается всех начислений, начиная с 2018 года. Чтобы пользоваться такой льготой, нужно обратиться в ФНС для подачи заявления. Сделать это можно и с помощью личного кабинета на сайте ФНС. Все собственники земельных участков обязаны платить земельный налог, но многодетных семей от него могут либо освободить полностью, либо уменьшают его облагаемую площадь. Так, многодетные семьи могут не оплачивать земельный налог, если площадь участка им принадлежащего меньше или равна 6 соткам. Если она больше, из общей площади вычтут эти 6 соток, поэтому платить придется меньше. Условия. В семье должно быть хотя бы трое несовершеннолетних детей, льгота предоставляется только на один участок. Он выбирается самостоятельно или его выбирают сотрудники ФНС. Если у вас есть трое детей и собственный участок, стоит обязательно оповестить об этом налоговую. Тогда налог будет меньше или его вовсе не придется платить. Важно! Льгота может быть предоставлена только по заявлению, по умолчанию ее не предоставляют. Подать его можно через личный кабинет на сайте ФНС или лично в налоговой. Подтверждающие документы предоставлять требуют не всегда, но лучше иметь их с собой. Льготы по транспортному налогу. В отличие от перечисленных выше льгот, та, что касается транспортного налога, имеет не федеральный, а региональный характер. В связи с этим требуется уточнить, действует ли в том регионе, где вы проживаете, такая преференция. Особенности предоставления. Льгота положена одному из родителей. В семье должно быть минимум трое несовершеннолетних детей. Льгота распространяется на легковой автомобиль, мощность двигателя которого до 150 литров. С, насколько меньше придется платить, определяется в каждом регионе отдельно. К сожалению, далеко не все граждане знают, что им положено по закону. Как показывает статистика, не все многодетные семьи пользуются теми правами, которые у них есть. Не все подают заявление на льготы и выплаты. Я хочу призвать и членов многодетных семей, и их родственников, знакомых обращаться в отделение соцзащиты, чтобы там подробно рассказали, на что можно претендовать. Директор по стратегии Кафинам Ярослав Кабаков Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!